Добрый день! Вы на канале Шьём с Ириной Варт и мы с Анаит решили вас ознакомить с интересным дизайнером нашим отечественным. Это Вика Газинская. Почему именно с ней? Потому что нам нравится по цветам, как она сочетает, и по формам. Изначально она создавала коллекции для хрупких девушек. А сейчас её наряды носят и звёзды, даже отечественные и зарубежные. Ну вот мне нравится, конечно же, для хрупких девушек брюки оригинальные слева. А справа такой тренч с пелериной, тоже оригинально. Почему-то вот только у неё я вижу такую пелерину. Ты видела? Чтобы именно вот так. Кстати говоря, несложный, можно применить. Так, а вот обратите внимание, многие из нас любят клетку. Вот как интересно она сделала и рукав пышный, да, в головке, и оборка. Юбка в складку, это тоже многие любят. Вот справа наш любимый силуэт и любимые сорочки. Кстати, в Бурде очень много таких выкроек. И просто белый верх, чёрный низ. А слева, обратите внимание, джинсовая юбка, кстати, очень похожа на мою последнюю, только темнее. И такой классический жакет, ну, в стиле Диор. Ничего необычного, но классно смотрится. Джинсовая юбка с таким жакетом. Даже такое впечатление, что он бархатный. А справа она сочетала два зелёных. Тоже та же блузка, по той же выкройке, что и в клетку, но однотонная. Ну, вот такой комплект. Хотя она, я так поняла, её двигала Эвелина Хромченко. Хромченко часто говорит, что вот эти два цвета не сочетаются. То есть надо либо кипенный белый, а белый с молочным как-то не очень. Ну, может быть, тут искажает камера, но мне нравится сочетание. Мне тоже. Видите, такая юбка и сорочка под пояс. Почему нет? А платье нарядное. Я вот хочу сказать, что для всех, кто невысокого роста или для плюсиков, всегда важно сделать вот такой неровный низ. Это вытягивает силуэт, но я сама так люблю. И вообще мне лиф этого платья нравится. И видите, как сетка чёрная. Мы бы сомневались. Мы бы сомневались. А посмотри, как органично на ней смотрится. И ещё, знаете, уважаю её за то, что она вот упорно гнёт свою линию, во-первых. Во-вторых, у неё прическа не меняется, по-моему, уже сколько лет. Так, вот, ну, красивый какой наряд девочки. Вообще красота. Да, посмотрите, и тут ничего сложного. Таких выкроек в борде. А, кстати говоря, подол сделан, как в трикотажном платье моём, которое мы сейчас вот дошили. И сочетание серого девочки. Ну, потрясающе красивый наряд. Единственное, мне здесь обувь не очень нравится под этот наряд. Мне лично. Мне нравится. Отличный. Посмотрите, полоска. Вот применили полосатую ткань. Ну, здесь кожаная юбка. Клинями. Или джинсы варить плохо. Ну, мне кажется, как кожаная. И, видите, два варианта. Сорочка с коротким рукавом. Кстати говоря, тоже интересно. Вот те же самые сорочки, что мы шьём, но сделать именно с таким рукавом и с отворотом. И вот такой объёмный свитер. Ну, явно у неё такой стиль и вкус. Мне нравится. Шпилечка. Так, а вот это такие. Это вот из её коллекции. Ну, она, кстати, носит, как я прочитала, носит изделия и других дизайнеров. Что, конечно, вот уважение такое проявляет к отечественным дизайнерам. Вот смотри, сочетание цвета, да, какое слева. Ну, такие платья. Кстати, Хромченко сама очень часто носит её вещи. Вот платье красивое тоже. Приспущенный рукав, кокетка, казалось бы, да, классика. Но как-то на ней это всё смотрится стильно. А я поняла, какая у неё фигура. Плечи, видишь, какие. И пока ты, и вот здесь вот такой. Да, ну и как раз рубашки очень скрадывают этот момент. Очень пальто это понравилось. Пальто красивое, реглан с кулиской, да, с такими заниженными карманами. Ну, у неё, наверное, высокий рост, поэтому она себе может позволить такие низкие карманы. А может быть и нет. Ну, и погоны. Кстати, укороченный рукав, обратите внимание, хотя это пальто. Так, и красивый, самый модный сейчас цвет зелёный. Так, а это платье-рубашка с чёрной отделкой. Обратите внимание, что отделка у неё только по краю от ворота. И, видимо, стойка чёрная вот там проглядывается. На воротнике стойка чёрная. Вот, казалось бы, такая деталь... Нет, не стойка, а вот... А, там с упатной застёжкой и планка нижняя. Ну, и стойка тоже чёрная. Полосатая. Ну, это платье я видела. Красивое полосатое платье. Тоже ничего особенного. Кстати, опять же, повторюсь, в Бурде очень много выкроет, на основе которых можно сделать себе такое платье. Полосатый или не полосатый, но именно с таким рукавом. Красивое. Ах, какой наряд. Так, это я видела. Это даже я на ком-то видела из наших селебрити. На Собчак, нет? На Собчак видела. Посмотрите, какое... Ну, я бы не решила себе такое, конечно, воротник делать. Ну, как классно смотрится. Я бы с удовольствием. Вот, видишь, из клеточки, девочки, у кого много клетки, там, в хомячьих запасах, обратите внимание на это платье. Причём, годы. Казалось бы, сейчас годы, не сказать, что самый популярный крой, но смотрится классно. Ой, какая расцветка красивая. И резиновые сапоги. Ну, умница. С жакетом, красивой расцветкой. Такое... Ну, тут сам принт говорит сам за себя. И то, что с резиновыми сапогами, тоже классно. И, кстати, удобно, особенно в нашем климате. Так, а дальше это пальто. Вот пальто такое в стиле, в стиле 50-х, да? Такое впечатление, что это Гурченко надела это пальто. Так, а что это? Ну, это чебурашка, да? Да, и резинка, видишь? Резинка? А, вот, Наталья, резинка. Это не пояс, это вточной пояс, да, наверное? Смотрите, какая оригинальная деталь. Кстати говоря, я читала о ней, что она, значит, животных против использования меха, а только состриженный мех. Так, какой красивый костюм на ней. Ткань. Непонятно, какая ткань. Такое впечатление, что это какой-то... Какой-то жаккард красивый. Очень красивый. Очень красивый наряд. И обратите внимание, это контрастная обувь. Ее это никак не смущает. Казалось бы, такое все яркое, отдельный костюм, отдельная обувь. Тоже очень красивый наряд. Это она же? Да. А, изменила прическу, я бы не узнала. Такая ж... Какой-то... Мне напомнил китайский. Китайский костюм. Красивая стойка. Ты, кстати, такие стойки не любишь. Не люблю. Ну, видишь, он, если не сильно прилегает, а есть какой-то воздух, то смотрится, не душит. Вот ее не душит. Ох, какой яркий наряд. Какая. Я всегда это... Не всегда это нравилось, как у Каролины Эреры. Такие пышные юбки. Пышные не в смысле в сборку, а в смысле кроя, да? Ну, это не солнце, это почти. Тоже интересный наряд, пожалуйста. Вот вам Боха. Ну, интересная Боха. Ну, для отдыха подходящая. Здесь рукав есть, а с той стороны нет. Ой, а я не заметила. Ну, почему нет на море такой себе наряд? Ну, в общем, она смелая девочка. Молодец. Какое красивое платье. Казалось бы, просто джинс отстроченный. Ну, как все красиво, замечательно. На ней сидит и смотрится классно. Девочки, опять же, идея для тех, у кого есть джинсовые отрезы, и вы не знаете, что из них сшить. Вот, пожалуйста, классическое джинсовое платье. Аккуратненькие. Карманы отстрочены аккуратно. И больше ничего и не надо. Тоже очень красиво. Ну, это, я так понимаю, платье, да? Да. Двухосветное. Красиво. Тоже интересно, да? Ну, казалось бы, ничего особенного, но вот у нее такое чувство стиля есть. И вот головной убор сюда в тему. И ничего сложного, абсолютно. Просто платье, которое вот с саниженной талией. Здесь у нее совсем другая прическа, надо же. Так, розовые брюки и с крокодилом. Ну, то есть это не ее сорочка, да? Ну, тоже такой повседневный, хороший. Там белая футболка, молочная сорочка, крокодил, розовые брюки. Она любит такие брюки. Это тоже платье, но же в качестве пояса платок. Ну, вот если кто думает, что сейчас это не модно, то обратите внимание, это смотрится всегда красиво. Воротник острый, видишь? Более острый, чем мы обычно делаем. Ну, и выкройка, девочки, самая классическая выкройка. Даже рукав не приспущенный. Так, а дальше мы тоже в прелесть, да? Костюмчик. Здесь цветок. Объемный цветок. Я знаю, что многие наши девочки умеют это делать, но не всегда знают, куда применить. Вот, пожалуйста, на белый льняной, скорее всего, жакет. Интересно, с той стороны есть этот же цветочек? Мне кажется, нет. Его видно было чуть-чуть. Ну, одного достаточно. Ну, да. Ну, это платье я видела. Опять же, красивое платье. Видишь, любит она так комбинировать. Девочки, возьмите на заметку. Здесь может быть выкройка даже та, что вот я себе шила льняное платье на канале с аппликацией. А это не аппликация, мы там расписывали ткань. Вот по этой выкройке можно сделать вот такое платье. Если вдруг у вас одной ткани не хватает на полностью платье, обратите внимание на это сочетание. Ой, это такая макрамая сетка, да? И два цвета. Или как это сделано? Такое впечатление, что поверх вот этой сетки еще какая-то ткань типа сетки. Однотонной желтой. Прелесть. Огромные карманы. Карманы, да. Прям такие огромные. У нее вообще есть какой-то давнишний костюм. Там вообще огромные карманы. На всю юбку. Платьица романтичная, да. Очень интересный дизайнер. И главное, все такое экстравагантное вообще-то, чай больше экстравагантного. Но в то же время вполне носибельное. То есть оно так не раздражает своим объемом. Так, это комбинезон. Нет, это платье тоже, да. Цветочки поверх. Ну, прелесть тоже такая романтика. Красота. Вязаные цветы. Тоже девочки умеют это делать. Вот, пожалуйста, почему не применить. Причем с одной стороны один цвет, с другой стороны другой цвет. И тоже выкройка, в общем-то, простая. Внизу оборка. Опять ссылочка лакост. И это джинсовая юбка. Видимо, она любит джинс. Ну, а почему его не любить? Вот я себе джинсовую юбку шила. Я ее очень люблю. И шила бы еще много разных джинсовых юбок. Знаете, такой силуэт красивой женственной этой юбки. Ну, и застежка по центру всегда силуэт вытягивает. Какой-то красивый принт. Принт, да. На зеленом красной цветочке. Прелесть. Тут и туфельки подобраны в цвет. И ничего. То есть здесь принт говорящий. Она не стала в крое ничего особенного придумывать, насколько я вижу. Ну, на фоне. Красиво. О, тоже платье прелесть. То есть это что? Это такое в греческом стиле лиф? Ну, я так думаю, это просто поясок. Кроиться тоже очень легко. И там под ним или это туника сверху. Ну, в общем, не знаю, как это сделано, потому что мы смотрим на маленьком экране. Но в любом случае это нежно смотрится, красиво. Так, а дальше какой интересный наряд. Тоже в греческом стиле. Баска. Ну, здесь баска мне нравится, в принципе. Так я ее терпеть не могу. Я тоже. Ну, ты знаешь, она смотрится женственно. Почему-то мы... А знаешь почему? Потому что нам некуда носить ее. Ну, баска не скажет, что на каждый день ты не будешь ее носить. А здесь только похоже на мои. А это очень похоже на твое желтое платье. Ну, и, кстати говоря, выкройка там лифа. Мы рассказывали во влоге в каком-то об этом лифе. Красиво смотрится. Ну, и цвет, конечно, очень красивый. Ну, и такая юбка, беспрозрачный вариант. Даже для тех, у кого не очень проглядывается талия. Ну, это опять тоже платье, да? Ну, оно другое. А, оно другое. Оно во-первых, длинным рукавом. Вот эти вот бежевые полоски теперь внизу, не вверху. Да. Есть, потом что-то сносить. Ну, то есть у яхты, да, сфотографироваться. У нас тоже есть дом. Такое платье. Ну, вот это платье мне. Ну, все красиво смотрится, но я не знаю, я в нем не нахожу прям такой прелести. Оно с напылением, ткань с напылением, такая широкая оборка. Ну, для разнообразия. Романтично, да. А вот, пожалуйста, платье, рубашка только. И весь акцент на накладных карманах, которые, как такое впечатление, что это вот вышивка. Да. И больше ничего. Мы бы, конечно, еще где-нибудь бы вышли, не выдержали. Но она ограничилась умничка. И обувь, посмотри, какая. Ничего такого сверхъестественного, но и бант. Вот этот костюм красивый. Да, вот этот костюм мне тоже нравится. Смотрите, какой вот подол и какой вот клин клешоный. Клин клешоный и жакет с широкими лацканами. А, тут на запах юбка с запахом. И клин один прям-таки, один просто трапеция, а второй клешоный еще и соск. Нет, это просто клеш так падает. Тоже. С Полиной и Аскери. Тоже симпатичный, опять же, у многих такие. У многих в закромах такие отрезы лежат. И вот, пожалуйста, куда их применить. Тоже красивое платье. Ну, как, мне нравится цвет красивый. Юбка широкая, широкая. Вот, если спрашивают, актуально ли так. Вот, смотрите, человек творит, он не думает, актуально, неактуально. Нравится и хочется ей широкой юбки клеш. Солнце клеш. Она ее делает. И выглядит все замечательно. Хотя, говорят, челка такая неактуальная, и крой такой неактуальной. Просто комбинезон красивый. Красивый комбинезон, да. Очень изысканный комбинезон. Очень красивый, элегантный комбинезон. Девочки, ну тут так много всего интересного. Может быть, все остальное вы просто под музыку послушаете. Мы вам рассказали, что нас вдохновляет, что нам нравится, кто нам нравится. А вы теперь уже смотрите, наслаждайтесь. Приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok